Привет! Долго я возился с завершением курса по экзамену 101, я там все оформил, дописал конспект, на сайт можете зайти скачать. Будем добивать экзамен 102, у нас сегодня тема 109.3, это решение проблем с сеткой. LPE вообще странно очень, вот эти 109 темы разбил на три группы, там везде в принципе одно и то же повторяется. Мы с вами попробуем как-то это разделить, что ли, чтобы нам было понятней, как работают отдельные вот эти вот нюансы настройки сети. Начнем с задачи, которые у них невнятно сформулированы, как ручная и автоматическая настройка сетевых интерфейсов. Мы это все делали же в предыдущей части, поэтому немножко усложним задачу на замену сетевой карточки, хотя тоже тут ничего особенного такого сложного нет. Вообще в 109.3 мы должны с вами разобрать опять же ручную и автоматическую конфигурацию сети, затем сделаем часть вторую, будем работать с маршрутами, и часть третью, поговорим об утилитах, которые умеют исправлять проблемы. Я вам все никак не покажу нюансы работы в виртулбоксе, потому что нам до этого достаточно было просто включить в виртулбокс и запустить виртуальную машину, сейчас немножко глубже залезем. Я как закончу подготовку к экзамену 102, сделаю вам отдельное видео по всем особенностям виртулбокса, которые нам нужны. Значит я сейчас хочу сэмулировать ситуацию, когда я вставляю в компьютер другую сетевую карточку, а потом старую сетевую карточку удаляю. Вообще тут ничего сложного, но рассмотрим, чтобы хоть как-то это было интересно. То есть у нас сейчас есть сетевая карточка, вот она первая, подключена через сетевой мост, то есть у меня мой компьютер находится виртуальный, как бы в реальной сети. И вторая карточка у меня тоже стоит сетевой мост, но давайте сделаем там что-нибудь другое, например внутренняя сеть, не важно. И еще один момент, у меня вот здесь вот сетевая карточка якобы Intel Pro эмулируется, А вот здесь вот, чтобы мы видели разницу в этих сетевых карточках, я сделаю какой-нибудь PCNet, допустим FAST3, вот такая аппаратная сетевая карточка. И запускаю свою виртуальную машину. Так как у нас с вами здесь Ubuntu десктоповая, она сразу определила то, что появилась вторая сетевая карточка, и вот пытается с ней что-то сделать. Если бы у нас была серверная Ubuntu, она бы вот такими вольностями не занималась, нам бы пришлось заходить в файл наш etc network. .interfaces. И здесь добавлять запись о второй сетевой карточке рядом с записью о первой сетевой карточке. Здесь сейчас, я напомню, у нас ничего нету, потому что у нас в Ubuntu десктоповый есть сетевой менеджер, который сам пытается что-то сделать. Попробуем, посмотрим, какие у нас сейчас IP-адреса. И в конфиг говорит то, что у нас есть вот наш первый сетевой интерфейс, получил он через сетевой мост IP-шник. И у нас есть второй сетевой интерфейс ENP0S8, на нем пока ничего еще нет. Давайте попробуем, сейчас делаем то, что они нам советуют делать именно в сертификации LPI для начала, а потом поговорим, как это сделать по-человечески. Значит, для начала, раз мы хотим избавиться от старой сетевой карточки, нам нужно ее выкручить. Мы говорим, судо, и в конфиг, ENP0S3, наш тот первый сетевой интерфейс, даун. Мы уже эти команды проходили с вами. Проверяю команду ifconfig и вижу то, что у меня теперь остался только этот интерфейс. Давайте ему сейчас, вот у нас сразу первая сетевая карточка пропала, ему зададим через тоже команду ifconfig параметры сетевые. Скажем, интерфейс ENP0S8, пусть у нас имеет адрес какой-нибудь 192.168.0.50 с маской 24 бита. Проверяем команду ifconfig, не уверен то, что сразу схватит. Нет, смотрите, сразу схватил и говорит то, что да, действительно, сетевой адрес у нас вот 0.50, маска есть, прекрасно, сетевая карточка есть. При этом, если мы с вами сделаем ifconfig-a, мы увидим, что у нас первая сетевая карточка все равно осталась, вот она болтается здесь. Просто я ее выключил, как сетевой интерфейс, она в состоянии даун. В десктоповую бунте это, конечно, вообще все очень удобно делается через настройки. Причем вот это вот управление с сетевыми изменениями, если я здесь вот зайду, показывает то, что вот проводное соединение такое, такое, оно не очень удобно. Через настройки посмотреть все намного будет проще. Здесь есть у нас сеть, здесь видно то, что вот это вот сетевое соединение, вот оно выключено. Вот это вот сетевое соединение, оно включено, но кабель не подключено, потому что это просто внутренняя сетка, у меня на ней ничего нет, нам сейчас не важно. Так вот, мы сейчас первую сетевую карточку сделали в режиме даун, второй сетевой карточке назначили адрес. Теперь нам бы удалить драйвера для первой сетевой карточки. Опять же, этого делать не обязательно, но они просят нам с вами разобраться, как мы должны это делать Мы делали это на самом первом нашем видео, больше чем год назад Мы с вами смотрим, какие у нас есть модули ядра, по сути драйверы И я знаю то, что вот у меня E1000, это моя сетевая карточка Intel, вот эта вот Pro E1000 В VirtualBox вы видели, а я сейчас добавил еще вторую сетевую карточку, вот эту вот PC Net32 И, соответственно, я могу сейчас сказать SuperUserDo, RMMOD, вот этот вот мой E1000 Удалить модуль от E1000, удалился Теперь, если я сделаю команду ifconfig-a, у меня уже и здесь нет моей первой сетевой карточки То есть у меня драйвера не удалились, все удалилось Можно спокойно выключать компьютер и выдергивать эту сетевую карточку Один момент, я не знаю, почему они нам говорят этим заниматься именно через команду ifconfig Они просят это показывать, потому что в любом случае, несмотря на то, что мы сейчас сделали Буквально reboot вернет все на место Причем даже если я сейчас запущу, допустим, сервис Networking Restart А потом проверю IP-адреса Вы увидите, что у меня уже сразу сотрется адрес для этой сетевой карточки Первая сетевая карточка от этого простого действия, конечно же, не вернется Но reboot вернет все на свои места Вот машина перезагрузилась, проверяем команду ifconfig-a И видим то, что и драйвера вернулись обратно, и сетевая карточка вернулась обратно И свой IP-шник она вернула, а вторая сетевая карточка все это сбросила Поэтому подчеркиваю, если вы решите вдруг менять сетевую карточку То вот эти вот ifconfig-команды, они вам позволяют как бы в режиме реального времени это все менять Но конфигурацию интерфейса, глобальную файловую настройки они не меняют Поэтому здесь, если вы хотите это делать, то в Ubuntu Desktop вам нужно идти вот сюда вот в Network Manager и в нем задавать настройки Здесь указывают там параметры IPv4 и так далее В серверах, в серверных операционных системах нам нужно с вами идти в тот самый наш EDC Network Interfaces И добавлять сюда, какую сетевую карточку выключить, какую включить Соответственно, первую сетевую карточку, которую мы удаляем, мы стираем о ней информацию отсюда из строчки авто У нас здесь ее нету, потому что есть Network Manager И добавляем сюда информацию о втором сетевом адаптере То есть, чтобы у нас второй сетевой адаптер стартовал, а первый сетевой адаптер автоматически не стартовал И здесь же добавляем настройки сети Рассмотрели мы с вами простую задачу замены сетевой карточки Повторюсь, драйвера из системы удалять совершенно не обязательно Все настройки нужно вносить или в Network Manager для десктопа в Ubuntu Или в файл конфигурации сетевых интерфейсов в серверную Ubuntu Если у кого-то есть предположение, где может пригодиться команда ifconfig, позволяющая на лету Вот так вот менять параметры сети, которые все равно слетают после перезагрузки компьютера Или перезагрузки службы сети, пишите в комментариях, мне будет очень интересно услышать